16 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов. Высокая стоимость финансирования вместе с ужесточением условий льготных ипотечных программ стали сказываться на рынке недвижимости. В январе спрос на ипотеку и продажи жилья к декабрю сократились от 50 процентов до 75. При этом цены в Москве практически не изменились. Как и решение Центробанка отражаются на рынке недвижимости. Что будет со стоимостью квадратного метра и нашими инвестиционными планами дальше? Здравствуйте, я Павел Демидович и это частная собственность. Вместе со мной сегодня Яна Мандрыкина, основатель агентства недвижимости Апрайт Эстейт. Яна, здравствуйте. И Сергей Лабжанидзе, директор Бианэппро. Сергей, рад видеть. Здравствуйте. Ставка достигла 16 процентов у нас в середине декабря 2023 года. Мы живем при такой стоимости денег уже на протяжении двух месяцев. И вот, Сергей, с вашей точки зрения, насколько ситуация на рынке соответствует ожиданиям конца 2023? Ну, объективно, мы закончили 2023 год рекордным. Предыдущий рекорд был в 2021 году. 2023 год – это очередной рекордный год. Он рекорд и по бетону, и по валовой выручке. Очевидно, что ипотека у нас до 80% в таких наиболее платежеспособных регионах и до 90-96% наименее платежеспособных регионах достигала к концу года. доля в ней льготных программ достигала до 80%. Ну, в общем, в целом видно, что сейчас все, что продавалось в 2023 году, ну, все, что продавалось с 2020 года, все продавалось в ипотеку. Это главный стимул для роста продаж, для повышения условий ценообразования. Яна, вот тот спад, который наблюдается в январе, его можно трактовать по-разному. Когда мы смотрим к декабрю, то, конечно же, падение очень значительно. Когда мы смотрим к январю 2023 года, все выглядит не так страшно. Если посмотреть к началу 2020 года, ну, так и вообще рынок как рынок кажется. Я позволю дополнить рекорды. Помимо 2,3 триллиона в новостройках, я могу сказать, что на вторичном рынке, потому что я вторичный рынок тоже мониторю, 157 тысяч сделок за год, это тоже очень много. Это тоже рекорд в 2023 год. Что касается падения или там повышения спроса месяц к месяцу и год к году, да, здесь как раз интереснее статистика, потому что действительно январь достаточно часто провальный по отношению к декабрю. Такая сезонность. Это нормально, да, потому что полмесяца в принципе не идут сделки, ну, треть месяца точно не идут сделки, потому что не работают государственные органы, их регистрирующие. Ну и, соответственно, в России очень принято в декабре, как в последний раз, покупать недвижимость, как будто следующий год уже не начнется. Поэтому такие провалы, минус 50%, это окей. И вот взяв вот этот момент со вторичным рынком, да, с повышенным спросом и то, что происходило в прошлом и вот сейчас, очень сильно завязано не только от объективных факторов, то есть ключевая ставка, а есть еще очень сильно эмоциональные, так сказать, триггеры, стимулы, которые могут внезапно увеличить резко спрос или резко его обрушить. Именно спросом, да, мы не говорим про выручку, поэтому, конечно, имеет смысл мерить в, там, хотя бы квартальном, годовом, полугодовом выражении. Я тогда должен уточнить, когда вы говорите про эмоциональные триггеры, которые могут быть, это триггеры типа мобилизации? Да, мы не можем мерить месяцами, да, нам надо смотреть хотя бы отрезками в квартал, а лучше полгода и год. Поэтому обвал января, ну, понятно, что там я, как блогер, конечно, хайповые заголовки, естественно, сделала минус 50 процентов и так далее. Так, теперь время наших заголовок. Извините. Присоединяется Александра Панфилова с обзором ситуации на рынке недвижимости. Саша, привет! Как год стартовал? Паша, привет! Основная тенденция начала года, судя по цифрам, это падение спроса. Например, на новостройке в Москве. Минус 53 процента за январь относительно конца 23-го. Хотя относительно начала 23-го снижение уже не такое и большое. На 3 процента в старой Москве. В новой и вовсе рост на 63 процента. Падение спроса на недвижимость происходит параллельно с падением спроса на ипотеку. Январьская динамика, по оценкам Дом.РФ, минус 8 процентов в числе кредитов и минус 7 процентов в денежном выражении. Все это в целом по России и год к году. Относительно конца 23-го падение, опять же, более драматичное. По данным Фрэнк РДЖ на 66 процентов. При этом в Дом.РФ объяснили спад спроса рыночными программами. Выдачи по ним сократились на 26 процентов год к году. А вот по льготным программам, напротив, случился практически такой же рост. Следствие падения спроса это скидки на рынке. Как на первичке, так и на вторичке. Девайлперы продлили новогоднюю распродажу новостроек. Не просто продлили, дисконт стал еще больше. Доля квартир со скидками в московских новостройках по оценкам компании Бестновострой и НДВ супермаркет недвижимости в начале февраля прибавила 5-6 процентов. И теперь, если мы не учитываем элитный сегмент, она составляет около 56-58 процентов. То есть почти две трети рынка. Ну а что по вторичке? Предоставить дисконт готовые по данным инком недвижимости около 20 процентов продавцов московской недвижимости. Причем речь идет именно о скидке от рыночной стоимости квартиры, а не предварительно завышенной продавцом. В 23-м такие случаи были единичными. Аналитики объясняют, продавцы ведут себя так, потому что ждут дальнейшего снижения спроса на фоне высоких ставок. Я вот начала с цифр по Москве и дополню, что помимо того, что там упал спрос, город еще и вошел в тройку лидеров по падению цен на квартиры. Москва разделила второе место в Томске, уступив первое Севастополю. Но спрос падает ведь не только в столице, однако в других российских городах жилье еще и дорожает. За январь цены выросли в 24 городах из тех 33, что вошли в исследование авито-недвижимости. Больше всего в Ставрополе почти на 6 процентов. Упал и вывод на рынок новых проектов до уровней 21 года. За январь на 27 процентов год-году и в три раза к декабрьским показателям. Но тут в Дом РФ поясняет, все нормально, все это было вполне ожидаемо после рекордного за всю историю наблюдения объема запусков проекта в конце 23 года. В общем, рынок недвижимости в январе в целом, как и обычно, обошелся без рекордов. В особенности относительно традиционно активного декабря. Но на этот раз к фактору сезонности добавился еще и общий пессимизм из-за высоких ставок. Саша, большое спасибо. Сергей, вот фактор сезонности и общий пессимизм. Ну, начало года в цифрах всегда выглядит не очень хорошо. Это характерно для любых бизнес-опросов, поскольку аналитики часто говорят, что у бизнеса нет понимания того, каким будет финансовый результат будущего года. Нет полного понимания планов, что на рынке недвижимости. Видим первые цифры. Ожидания негативные все же по-прежнему, либо есть некие позитивные сдвиги. Ну, давайте мы будем говорить все-таки про рынок новостроек. По крайней мере, я буду говорить про рынок новостроек. Рынок новостроек крайне зависим от оборота. Поэтому, если финмодель предполагает координанты по обороту в сторону наполнения... Модель инвестора, девелопера. Девелопера, девелопера. Доля инвестора в общем объеме поглощения никогда не была столь мала, как по итогам 2023 года. Поэтому мы будем ждать их выхода из своих вложений, я думаю, года через 2-3, не ранее. Что касается экономики девелопера, если есть ковенант по обороту перед банком с проектным финансированием, значит, у нас остается, у нас, мы уважаем, у нас, участников рынка... Вариант только регулировать условиями ценообразования. Или за счет вывода более дешевого предложения, если это крупный проект, и у нас есть возможность выводить новые корпуса. Или корректировка предложения, которое уже до этого было на витрине. А здесь мнения финансовых директоров разделяются. У кого есть запас по маржинальности, по обороту, говорят, что нет, мы не будем корректировать цены. Кто-то готов скорректировать цены, чтобы восполнить оборот. Все очень сильно зависит от конкретной ситуации в некотором объеме проекта. Эта ситуация определяется взаимоотношениями договорными между банком и девелопером конкретно. Ну и плюс экономики проекта, разумеется. Экономики проекта, безусловно. Это так. Кстати, вот один еще момент, о котором Саша говорил, это готовность пойти на скидки. Может быть, 20% продавцов и готовы пойти на скидки, но цифры, которые я нашел на Донклике, говорят, что в январе скидки реальные в Москве составили всего лишь 1,6%. От стоимости объявления в Московской области вообще 0,9%. Как соотносится одно с другим? Вроде бы готовы пойти на скидки, но это скидками не назовешь. Ну, это вообще не скидки, это погрешность. Это вторичный рынок. Да, мы про вторичные. Ну, во-первых, я еще добавлю, что все-таки в 2023 году, во всяком случае, в первой половине скидки были очень существенные. Такое было. И продавцы на вторичном рынке торговались. И практически каждый второй, как минимум, давал 10% легко от, естественно, рекламной цены. Но и прямо скажу, что рыночная цена, в общем-то, соответствовала сейчас рекламной. Сейчас есть другая ситуация, которая парадоксальна. Вы не поверите, но продавцы вторичного рынка пытаются поднимать стоимость. Поднимать стоимость в рекламе. То есть, грубо говоря, я в прошлом году не продал, не знаю, за 20 миллионов, в этом году не продам за 22. То есть, они поднимают цену просто в рекламе. А это логика в чем? Чтобы дать большую скидку уже от запросной цены? Дать большую скидку. Я никуда не тороплюсь. Новостройки поднимают цены. Почему я не поднимаю цену? Я не могу купить новостройку, а мне она нужна. А там, соответственно, цены выросли. А цены выросли на новостройке. Это есть же точные абсолютно согласно проекты, где дают особые условия. А в основном-то цены, если в среднем взять, они, оборот, упал в два раза в январе, а цены выросли. Поэтому нет. Смотрите, все зависит, конечно, от вторички, от переговоров. И от мотивации продавца и покупателя. Если у продавца есть мотив продажи, то он сделает хорошую скидку. Если он никуда не торопится, то он может бесконечное количество времени продавать. Да, есть, я знаю, у риэлторов вот это история про ждунов. Хотите заметить, что когда у нас на рынке ожидается сокращение предложений, нового предложения, то математически у вас всегда будут цены расти. Просто потому, что у вас сначала продается самое дешевое, а потом остается предложение подороже. И когда вы смотрите на среднеидикативные цены, и у вас нового предложения доступного не прибавляется, у вас раз шаг за шагом вымывается самое дешевое, а все остальное становится дороже. На самом деле цены могут даже замереть по уникальному лоту. Но когда мы считаем агрегированные значения, а все мы считаем агрегированные значения, смотря на большие и крупные рынки, мы будем этот эффект, что цены растут. Потому что дорогие объекты делают средне дорогие. Да, совершенно верно. Так, к нам, я на секундочку, у нас есть еще один удаленный эксперт, эксперт САН Аналитский, Елена Лапшина. Елена, здравствуйте. Добрый день. Елена, как вам видится начало 2024 года и каковы ожидания в отношении всего 2024 года? Мы видим, что ЦБ в очередной раз не повысил ставку, но сохранил на достаточно высоком значении. И ожидания аналитиков в плане ее дальнейшего понижения становятся все более скромными. Интересная ситуация была в январе, когда после того, как были снижены лимиты в столичных регионах по льготной ипотеке, после того, как был повышен первоначальный взнос по льготной ипотеке, некоторые покупатели решили, а почему бы не выйти на вторичный рынок. И там, и там не очень выгодно, но тут хотя бы цены пониже. Ну то есть ситуация такая очень интересная, скажем так. Так, цены пока что на вторичке продолжают в большинстве городов медленно увеличиваться, на первичке тоже, но вот, например, в Москве и Санкт-Петербурге сейчас уже цены перешли к стагнации. И на вторичном рынке, скорее всего, и в других локациях они в ближайшее время также переведут к стагнации, потому что, ну в принципе, причин к тому, чтобы они сильно увеличивались, средние цены по рынку, в общем-то нет. Во втором квартале, возможно, они перейдут и к медленному снижению. На первичном рынке снижения быть не должно, все-таки у нас проектное финансирование, а здесь при проектном финансировании, в принципе, цены снижать довольно сложно. Ну и строительную инфляцию никто не отменял. Так что, скорее всего, на новостройках цены снижаться не будут, либо стагнация, либо медленный рост. Сергей, согласна с Еленой? Ну, в целом, да. Единственное, что формально, действительно, в новостройках есть два участника, банк и девелопер. И действительно, скидки вроде бы довольно сложно предоставляются, потому что прямо влияют на среднюю цену по финмодели. Яна, тогда вот, наверное, хотелось бы несколько не рекомендаций, но, может быть, советов для наших инвесторов. С вашей точки зрения, сейчас стоит входить на рынок недвижимости, ну, либо при банковском депозите в 16% недвижимость не самый лучший вариант? Я прям, у меня готов ответ, потому что я каждый день отвечаю на этот вопрос. У меня много именно физических листов инвесторов, такая розница. И действительно, кстати, я согласна, Сергей, что в 23-м году их было мало. Сейчас денег, кстати говоря, много, вообще, такой рублевой массы на руках очень много у людей. И они действительно думают, депозит, особенно после выборов, тревожность, потому что до выборов, понятно, депозиты там не заморозят, ничего, да, потому что у нас же еще нагнетается вот эта ситуация, и люди боятся этого. Да-да-да. Так вот, я говорю, что мы вообще не нагнетаем. Вот у меня ответ простой. Если модель, вот ваша персональная модель, показывает вход в стройку со значительным увеличением дохода относительно депозита, с плюс-минус такими же рисками, тогда, да, это имеет смысл. Если нет, то тогда, конечно, депозит прописан, переводя на русский. Если депозит 16%, стройка должна показать вам 25-30% годовых. Тогда это, конечно, окей. Стройка такое может показать только в двух случаях, а лучше в совокупности, чтобы эти оба фактора сыграли. Это дешевое ипотечное плечо при текущем. Дешевое в данном случае только льготное. Льготная ипотека, конечно. Значит, это никак не дешево. Да, и плюс еще обязательно скидка от партнера-застройщика. 15-20%, а иногда и 30%. То есть если конкретный лот с ипотечным плечом и со скидкой, тогда вполне возможно модель полетит. Короткий выход. Ну и короткий, ну и относительно средний. А короткий выход давайте тогда просто в сроках. Вот я хотела сказать, я считаю среднесрочный от двух до трех лет. Я не считаю как бы пятилетний, но и годовой он сейчас не с такой маржинальностью, потому что может не успеть развернуться ставка, во-первых. Во-вторых, то есть ты можешь не выйти из-под застройщика. Во-вторых, у застройщика могут остаться еще большие объемы в течение года, и ты просто будешь ему не конкурентен. Поэтому мы дольше считаем финмодель для физиков, но при этом я хочу сказать, что просто объяснить людям, что и раньше-то это не особо было, но сейчас это вообще не надо делать. Приходить в любую стройку и, так сказать, сейвить там деньги. Это не работает больше. То есть поле чудес закрыто, по крайней мере, в ближайшее время. Короткий выход это вот 2-3 года, либо все же быстрее с вашей точки зрения. Тут, смотрите, если вы вошли в парик с множеством очередей на жемку корпусов, это очень плохая история для инвестиций. Туда даже уходить не надо, я буду. Да, да, туда совершенно верно. Если вам повезло, вы вытащили хорошую точку с минимумом предложения в локации, с хорошей локацией, то там вполне вероятно через уступку, но я бы сказал про год, просто чтобы быстрее вернуть деньги, потому что вот на длинной дистанции, боюсь, что не будет опережать на дистанцию 2-3 лет рост реальных цен в сделках, вот, собственно, инфляционные моменты. Поэтому я бы сказал так, что вот я бы рассматривал год, но это не частные инвестиционные рекомендации, это скорее мой взгляд на сложившиеся вещи. И я согласен, что поле чудес закрыто, и что, если рассматривать инвестиции, ну, кажется, что есть более интересные объекты, приложения, особенно с таким средним чеком и стоимостью входа. И с ликвидностью. И с ликвидностью, да. А ликвидность, это вообще не идеальная история с недвижимостью, конечно, я бы точно выбирал бы другие инструменты. Ну да. У нас с нами на связи по-прежнему Елена. Елена, как вы полагаете, в 2023 году у нас были рекордные вводы по площадям. Это касается как в целом рынка жилой недвижимости, так и многоквартирных жилых домов. Вот эти объемы, они сохранятся, и будут ли они в дальнейшем давить на рынок, там, в части предложения? Либо застройщики начнут корректироваться в соответствии с новой экономической и финансовой ситуацией? Мы живем в стране, где, в принципе, обеспеченность жильем не очень высокая, поэтому давить, скорее всего, эти объемы не будут. Будут ли такие же объемы, как в 2023 году, в 2024 году? Будут ли побиты рекорды? Скорее всего, нет. Я так не считаю. Все-таки стартов сейчас меньше, и то, что происходило, в том числе во время коронавируса, те проекты, которые начали реализовывать во время коронавируса, вот как раз они сейчас сдаются. Ну, маловероятно, что рекорды 2023 года будут побиты. Тогда, Яна и Сергей, поскольку Елена уже на этот вопрос нам ответила, ваше видение ценовой динамики в 2024 году по вторичному и по первичному рынку мы увидим рост цен, стагнацию, либо падение в зависимости от сегмента? Ну, я считаю, что, во-первых, стагнация это считает падение, потому что инфляция съедает, в общем-то, капитализацию этого актива, в деньгах, по крайней мере, выраженной. Я думаю, что вторичка будет очень сегментирована, то есть где-то рынок устоит и даже, может быть, что-то вырастет. Точно абсолютно подешевеет жилье, которое, ну, скорректируется, да, жилье, которое там устарело, морально устаревшее, потому что действительно в 2023 году, да и в 2024, вот сейчас в начале 2024 выходит много приличных проектов, плюс реновация не остановилась, несмотря ни на что, да, и старая такая, как сказать, устаревшая вторичка, да, она, конечно, скорректируется в стоимости. Новый фонд, если он не был изначально переоценен, грубо говоря, если вы не заходили в стройку два года назад под 0,1% с надбавкой в 20% к цене, то, скорее всего, не подешевеет. Вот. В остальном, я думаю, что, ну, опять же, надо смотреть сегменты, надо смотреть конкретные, даже часть города, если мы берем Москву, и так далее. Да, даже в рамках одного района. Абсолютно, да. А по первичке я абсолютно согласна, что застройщики заинтересованы в обороте, при этом у них есть определенная финансовая модель, и они вынуждены будут ее выдерживать, поэтому просто сбрасывать цены. Боюсь, что просто это не панацея, не выход. Но, возможно, какие-то будут действительно акции интересные и классные, которые, возможно, будут использовать в своих интересах, там, для жизни купив, да, или даже для инвестиций. Сергей. Но этот будет точечно. Согласен, в принципе, со всем. Что нужно дополнить по первичке, рынок будет сегментирован, безусловно, и по типам квартир тоже, то есть маловероятно ожидать скидки на студии однокомнатной квартиры, там, где самый минимальный чек, ну, одна из самых высоких цен за метр. Кажется, что у двухкомнатных, трехкомнатных квартир в сегментах типа комфорт-класса и бизнес-класса можно ждать или небольшие скидки, или скорее такая заморозка до момента ввода в эксплуатацию, а дальше скидки, потому что после ввода... Однушки и студии, это по-прежнему самый ликвидный, самый востребованный объект, несмотря на перенасыщение рынка? Не-не-не, во-первых, очень сложно говорить о перенасыщении рынка, когда... Потому что есть некоторые проекты, построенные именно таким образом, их мало, но есть. Я в Доме РФ слышал просто возмущенные голоса по этому поводу. Смотрите, есть проекты на рынке, которые кажутся достаточно спорными, потому что такая мелкая нарезка и высокая плотность реализована в проектах высокого ценового сегмента, и кажется, что за студию площадь 25 метров 15 миллионов или 16 миллионов, но это too much. Но это не подавляющее большинство рынка. А то, что у нас по всей Российской Федерации год от года снижается средняя площадь лота в сделке, исключая некоторые регионы, которые в принципе... В Казани, например, двухкомнатные квартиры растут в объеме потребления, но это не касается ни Москвы, ни Санкт-Петербурга. А Москва с Санкт-Петербургой вместе с областями, это примерно три четверти всего валового оборота годового. И там сконцентрировано основное поглощение рынка. Соответственно, на маленькие форматы, очевидно, скидок ждать, наверное, не приходится. Возможно, их будут компенсировать целевыми программами, о которых говорил в тот же Дом РФ, когда он говорит о сегментации, например, на двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, давать более интересное предложение по ставке. Может, мы с этого года продаем ставку, а не чек, а и не квартиру, а ставку. Что касается индикативных показателей. Наиболее вероятно, что люди, принимающие решения в девелопменте и в банке, сначала захотят реализовать стратегию заморозки средней цены, чтобы не потерять в цене, но пожертвовать оборотом. Потому что некоторые проекты позволяют пожертвовать оборотом, например, снизить объемы поглощения до 30-40% и сохраниться в своей финмодели, при этом ограничивая и делая более консервативные прогнозы на следующие проекты. Сколько времени они потенциально могут терпеть? Я думаю, что первый квартал все покажет. Я бы действительно думаю, что говорить про первый квартал очевидно рановато, а реально мы будем принимать решения после марта, когда главное политическое событие реализуется, и будет понятно, какие непопулярные решения, возможно, будут приняты. Соответственно, первый квартал кажется, что люди будут готовы жертвовать оборотом и сохранять условия средней цены. Если покажется, что оборот падает слишком сильно, тогда в этом случае включится корректировка цены. Ручное регулирование рынка? Да, условно говоря, я уверен, что в текущих проектах, которые вышли, реализуются и считали, что в 2022 году есть запас по маржинальности, но включать этот рубильник будут только в случае существенного потери в оборотах. Ну что же, будем наблюдать. Большое спасибо, Яна, большое спасибо, Сергей. Это была «Частная собственность». Смотрите нас на YouTube-канале РБК Инвестиции, подписывайтесь, комментируйте. Хотим знать, что вас интересует.